Всем привет, с вами Лев, и сегодня я покажу Fightful 64 на 64 на версии 1.12.2. Многие сейчас подумают, что я покажу какой-нибудь другой Fightful, не тот самый Fightful, старый, да, то есть, но... Как вы видите уже по текстуркам, да, как раз я его и буду показывать. Да, в принципе, я думаю, что не все с ним знакомы, но это очень популярный текстурпак, как еще там со времен вообще начала Майнкрафта, там еще и Лиза и так далее, то есть, там версия 1.5.2, 1.4.2 какая-то, то есть, вот такие версии, я точно знаю, то, что с таким текстурпаком уже играли. Но есть огромный минус текстурпака в том, то, что он до версии 1.7.10. Но сейчас, как я уже и указал в названии видео, я играю на версии 1.12.2, и, в принципе, сейчас я покажу моменты, которые я изменил под эту версию, то есть, я текстурки, сразу говорю, не рисовал, я их совместил с Fightful 32 на 32, версия 1.12.2. И, в принципе, сейчас вы видите некоторые блоки, которые изменились, вот это, в принципе, это имеется в виду то, что вот еда изменилась, то есть, которая новая добавилась, да, ну, хорусы, это, в принципе, понятно, это можно даже убрать. Стрелы изменились, то есть, изменились всякие вот эти блоки, да, всякие, ну, конкретный блок, конкретно, yellow называется, но на самом деле это бетон, да, бетон. Изменились всякие шалкеры, да, то есть, ну, они теперь с текстуркой 32 на 32. Но, это не самое главное вообще, почему я начал делать эту, делать вот таким вот образом, то есть, начал совмещать эти текстуры. А все достаточно просто, потому что есть главная проблема перехода с 1.7.10 на 1.12.2, а именно проблема с инвитаем, да, в креативе, давайте в креативе сначала покажу, да, именно вот это, да, вот эта фигня вот эта, да, то есть, вы сейчас подумайте, то, что, ну, фигня и фигня, как бы, да, то, что видите, вот, видите, вот эти четыре слота, здесь должна быть броня и так далее, да, и вот этот игрок, то есть, я должен быть в этом черном экране. Но, после того, как я перейду на свой вот этот переработанный текступак, да, там уже не будет этих проблем. Ну, и также выживание, то есть, ты начинаешь выживать на новой версии, естественно, неприятно то, что ты, например, в джунглере заспавнился, и даже двери не сделаны, ну, с хотя бы похожей текстуркой на 64 на 64, потому что ты все-таки текступак установил. Я сейчас это все, конечно же, покажу, но для начала надо показать, что вообще с инвитаем. Вы видите то, что здесь крафт вообще находится вот здесь, то есть, не вот где, вы видите, да, вот эти четыре клетки, да, вот это, в принципе, ну, более-менее оно само появилось, да, то есть, короче, это не очень удобно, плюс здесь еще невидимая книга, то есть, я нажимаю ее, получаю, то есть, я просто на воздух, получается, нажимаю, но она здесь есть. Ну, и всякие такие мелочи, которые я исправил, да, в принципе, я думаю, то, что это даст такую небольшую жизнь этому текступаку, и, в принципе, я с ним и хочу записывать свой летсплей, да, и поэтому я его решил сделать, переделать, да, в принципе, я могу еще побольше заморочиться, но давайте вообще для начала я покажу, в принципе, что я изменил. Ну что ж, ребят, я сейчас зашел в своей переделанной версии, да, в принципе, здесь я сейчас покажу в основном и ошибки, и плюсы, да, сразу первая ошибка, которую я еще не смог исправить. Если внимательно присмотреться, можно заметить то, что у меня сердечки и голод, они немножко стали более пиксельные, то есть, есть такие проблемы небольшие, но почему вообще это произошло? А все достаточно просто, потому что, когда я играл на Fightful S1.7.10, да, непеределанный, то, когда я бил, у меня не показывалось вот этого дела, вот этого каулдауна, да, то есть, я могу сейчас взять, спокойно настроить, да, его, и, в принципе, его будет видно. Там его видно вообще не было, то есть, я, в принципе, сделал вот так вот, потому что я думаю, то, что многим будет неудобно играть без него, да, может быть и удобно, но я просто сделал это, потому что, ну, как бы, это нужно. Да, мне оно не нужно, ну, как бы, может быть, кому-то нужно будет. Изменил шерсть на 32 на 32, потому что она изменила и цвет. Нет, в принципе, я думаю, то, что это, в принципе, тоже неплохо смотрится по отношению 64 на 32 текстурки, то есть, в принципе, это не смотрится как-то ужасно. То есть, в принципе, вот, например, двери изменились, и, видите, уже смотрится как-то более приятно. То есть, я могу сейчас, конечно, сделать еще более приятно, да, то есть, могу сейчас вот так вот сделать, и, в принципе, это смотрится достаточно неплохо. Неплохо. Как видите, изменились стрелы. Вообще все стрелы изменились, да. То есть вот что показываю. Изменились стрелы. Ну, тотем всякий, да. Это, в принципе, неважно, да. Стрелы всякие изменились. То есть, в принципе, зельки изменились, да. То есть вот эти новые взрывные. Они теперь тоже имеют текстуру. И это тоже очень круто. Изменил еще всякие такие маленькие вещи. Как минимум варочная стойка, например, да. То есть у них вот с 1.9 появилась вот эта новая система. То, что надо закидывать огненный порошок. И тоже теперь это все прекрасно видно и прекрасно работает, да. Ну и всякие другие вещи. Там типа, допустим, стол зачарования изменился. То есть этот текстуру пак, напоминаю, с версии 1.7.10. И там еще была другая зачаровальная, да. Немножечко туда не надо было лазурит кидать. Ну, теперь все нормально работает, да. Забыл показать текстурку сзади. Это текстурка цемента, да. В принципе, она тоже, видите, 32 на 32 теперь. Потому что раньше она имела текстурку 16 на 16, да. В принципе, сейчас это смотрится тоже более-менее как-то сочетаемо, да. В принципе, ну, я сейчас покажу проблемы. А проблемы, которые я... Ну, основные такие проблемы. Это баннер и кровати. Насчет кровати сразу хочу сказать, то, что я ее не смог изменить, потому что я переносил текстурки 32 на 32 на текстурпак 64 на 64, а не наоборот. Тогда бы все было бы тип-топ. То есть все бы вот эти текстурки были бы нормальные, да, 64 на 64. А все бы остальное было бы точно бы 32 на 32, да. В принципе, вот баннеры, они, к сожалению, все белые. То есть, видите, написано красный баннер, но он стал белым. То есть они вообще все белые. То есть вот, видите, да. Почему-то, я не знаю, с чем это связано, я тоже не смог это исправить. Но и кровати, то есть они имеют текстурку обычную. Естественно, я постепенно это все буду исправлять. И, возможно, потом я просто кину какую-нибудь более обновленную ссылку или еще что-нибудь. Но и также, возможно, какой-нибудь ролик еще сделаю, да. В принципе, вот, смотрите, да. Вот тоже вот эти новые блоки частично, да. Ну, призмари, но на 1.8 версии. В принципе, это уже все с 1.9, да. Вот это вообще с 1.10, по-моему, да. Маговые блоки, да. Ну и, в принципе, это все теперь, видите, выглядит достаточно красиво. И согласитесь, то, что разница вообще небольшая. То есть это не смотрится плохо с текстурами 64 на 64, да. В принципе, это просто трава, конечно. Но я думаю, то, что и так заметно, то, что никаких, в принципе, проблем нету с этим. Да, в принципе, это все сочетается. Это все выглядит достаточно хорошо. Также забыл еще рассказать про лодки. И у них тоже изменилась текстурка у всех видах лодок. В принципе, как у дверей и так далее. И, в принципе, теперь тоже это достаточно смотрится хорошо. То есть я говорю то, что текстурки 32 на 32, они почти не имеют сильной вообще разницы. Там 64 текстурами. То есть, в принципе, это все сочетается намного лучше, чем дефолтный Майнкрафт. Ну и, в принципе, давайте я покажу на каком-нибудь примере. Сознаем сейчас миг и покажу вообще, как это будет выглядеть. Ну что ж, ребят, я создал миг. И сейчас я хочу на примере какого-то такого небольшого гейплея, да. Показать вообще, как это будет выглядеть, да. То есть с этими маленькими такими проблемками, которые раньше были, да. Когда ты заходил с этим текстурпаком на эту версию, да. Теперь, в принципе, этих проблем нету. Да, они остались. То есть есть еще такие проблемки, да. Но, в принципе, основное то, что, например, теперь инвитарь вот здесь нормальный. И это тоже наконец-то изменено в лучшую сторону. И я действительно рад то, что я смог это сделать. Сразу говорю то, что я его делал не для ролика, а для себя. И сейчас решил записать такой вот ролик, да. Потому что, в принципе, идея действительно неплохая. Почему бы, в принципе, и нет. Просто показать вообще, что я изменил, да. Да и, в принципе, я думаю, что это действительно будет кому-то полезно. Возможно, кто-то очень тоже любит этот текстурпак. И хотел бы, чтобы были бы эти недочеты исправлены. В принципе, вот оно и, можно сказать, первое такое изменение достаточно заметное. Это тропа. То есть тропа в Диевне, она выглядела очень ужасно. Когда она была без текстурки вообще, там, не знаю, 32, там, или 64. То есть она реально выглядела очень плохо. Ну и теперь, видите, свекла тоже с текстуркой, там, семена и так далее. Это же новая еда, тоже с 1.9. Блин, я сейчас просто понимаю, то, что в 1.9 добавили просто половину Майнкрафта. Вот такое чувство. Я сегодня в Горьке, наверное, все перечислил. Блин, только с версии 1.9, блин. Это реально жесть какая-то. Да. Мне удалось, как видите, очень много вещей. Но у нас, в принципе, не выживание. Я просто решил показать вообще, как это выглядит, да. То есть вот, видите, новая тропа. В принципе, в Диевне, конечно, это не так много изменений, да. Ну, еда, то есть, в принципе, и как раз тропа. Но, в любом случае, это намного лучше уже смотрится. И я думаю, то, что вам будет приятнее играть. Я вообще создавал этот текстурпак для своего летсплея. То есть я не делал это конкретно для ролика. Короче, ребят, давайте сделаем так. Так, вы набьете 20 лайков, и тогда я сделаю более улучшенную версию этого текстурпака. То есть я действительно постараюсь, я действительно потрачу много времени и сделаю идеальный вариант. Потому что это, можно сказать, частично готовый. Да. И то с небольшими такими ошибками. Например, вот здесь тоже такие пиксели больше стало. То есть на броне показ, на сердечках голоде. Да, я думаю, то, что это заметно почти никому не будет. Но все-таки, то есть это тоже проблема, ее тоже надо исправлять. А все из-за того, что у меня вот эта фиговина, да. Вот эта биться, да, чтобы бить вот это игроков там, да. Типа вот эта каулдаун, да. Я не знаю, как я видео назову. Надеюсь, вы как бы все поймете, да. То, что если что, то как бы это просто, можно сказать, такие небольшие недочеты. Зато теперь можно более-менее спокойно играть на новой версии, да. В принципе, на этой версии, там, на сборке какой-то. Если вы очень любите этот текстурпак, то, в принципе, спокойно можете играть теперь, можно сказать, вот этим-то делом, да. Все, ребят, всем спасибо. Пока-пока и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова